В преддверии праздника Победы принято чествовать живущих и вспоминать впавших героев. В пятницу у мемориала героям фронта и тыла появились четыре новых записи об ивановских участниках войны. Фамилии героев занесли на специальные медальоны рядом с монументом. Церемонию открыл лично глава региона. Здесь сегодня событие вообще не рядовое. Мы сегодня на наших медальонах четыре новых фамилии, причем людей абсолютно заслуженных. Это два героя Советского Союза и два полных кавалера Ордена Славы. Нет высших наград за вредную Отечественную войну. И я думаю, что это свидетельство того, что память она жива. Александр Дмитриев, Сергей Щербаков, Григорий Уткин, Геннадий Морозов. Эти имена теперь навечно выбиты в граните. С инициативой увековечить память наших земляков-героев выступили активисты Ивановского военно-исторического общества. Первая информация о героях поступила от поисковиков. Около полутора лет сведения тщательно проверяли и уточняли. Даже связывались с Центральным архивом Министерства обороны. Связывались с теми архивными учреждениями, которые находятся на территории областей, откуда призывались наши земляки на военную службу. И только после того, как все сведения были подтверждены, мы выступили инициаторами проведения этого мероприятия выковечивания имен героев-земляков на медальонах у памятника героям фронта и тыла. Работы по поиску ивановских героев войны ведут и по сей день. Активистов в регионе хватает. В поисковых экспедициях участвуют патриотические организации, общественные объединения, кадетские корпуса. Работы проводят по определенному принципу. Сложилось так среди исторической общественности, что по месту рождения и месту жительства родителей. То есть исходим из этого. Хотя еще раз подчеркну, что разными военкоматами они призывались на военную службу. И далеко не все они призывались военкоматами в Ивановской области. Но по месту рождения и месту жительства родителей. То есть там, где отчий дом, там и принято увековечивать память. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 400 тысяч жителей региона. 130 тысяч из них не вернулись. В памяти великом подвиги на Шереметьевском проспекте горит вечный огонь. Имена, выбитые в граните, стали символом мужества и славы. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.